Здравствуйте! В эфире рубрика интервью студии Мария Добрынина в гостях. У нас сегодня начальник службы исполнения административного законодательства в МВД, майор полиции Панина Екатерина Сергеевна. Екатерина Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот у вас, у вашего подразделения такое длинное сложное название, вот чем вы занимаетесь? Подразделение по исполнению административного законодательства занимается организацией и выполнением подразделениями полиции задач по выявлению, пресечению административных правонарушений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел в соответствии с законодательством, а также исполнение, восстановление назначения административного наказания судьями и также должностными лицами полиции. Что входит в ваше полномочие? В полномочии подразделения по исполнению административного законодательства входит пресечение административных правонарушений, отнесенных в соответствии с законодательствами, как я уже говорила, к компетенции органов внутренних дел, по которым проводятся административные расследования, которые также рассматриваются в порядке арбитражного производства. Также это методическое обеспечение деятельности иных подразделений полиции по соблюдению законодательства об административных правонарушениях при их пресечении. Кратко это так. Сколько человек работает в вашей службе, следят за порядком? Подразделение в МВД составляет штатная численность 4 единицы, ну и плюс 17 сотрудников в территориях по республике. А вот в каких именно регионах есть? Во всех 13 районах, во всех муниципальных образованиях в подразделениях имеется инспектор по исполнению административного законодательства. А вот с какой проблемой и куда граждане могут к вам обратиться? Это в части, конечно же, касается, наиболее распространенное это сообщение о незаконной реализации алкогольно-спиртосодержащей продукции, о нарушениях при составлении протоколов об административных правонарушениях, но за исключением правонарушений в области дорожного движения. Наше подразделение данное направление не курирует. С какими-то либо сообщениями, либо заявлениями, естественно, обращаются 02, ну и на телефон доверия в МВД 23 68 88. То есть, если кто-то заметил правонарушение, например, кто-то в нетрезвом виде сидит в парке или на детской площадке, вот процедура, как обычно? Процедура, как обычно сообщают в полиции, выезжает на ряд, пересекает это правонарушение. Сотрудники по исполнению административного законодательства полностью просматривают весь материал об административном правонарушении, чтобы не было никаких нарушений прав со стороны сотрудников полиции. То есть, как бы так является гарантом прав граждан, которые привлекаются к административной ответственности. Какие правонарушения чаще всего жители Хакасии совершают? Ну, конечно же, 90% всех совершаемых правонарушений – это правонарушения в области охраны общественного порядка. Это факты мелкого хулиганства, распития в общественных местах алкогольной продукции, ну и также появление в состоянии опьянения в общественных местах. Это занимает больше 90% от всех правонарушений, которые пресекаются сотрудниками полиции, ну, еще раз оговорюсь, без учета правонарушений в области дорожного движения. А есть вот какая-то статистика по таким мелким нарушениям, может быть, крупным нарушениям, и как мы вообще на фоне других регионов выглядим? Например, за 2015 год на территории республики всего зарегистрировано 51 тысяч административных правонарушений. Из них 90% – это более 45 тысяч – это правонарушения, посягающие на общественный порядок. Мелкое хулиганство составляет 16%, в абсолютных цифрах – это более 8 тысяч. Распитие в общественных местах алкогольной продукции составляет 26%, это почти 13 тысяч правонарушений в год. И появление в общественных местах состояния опьянения – это около 30% от всех пресеченных правонарушений, порядка 13,5 тысяч правонарушений. За 4 месяца текущего года уже пресечено правонарушений, посягающих на общественный порядок, около 15 тысяч. Из них мелкое хулиганство составляет около 20%, это порядка 3,5 тысяч правонарушений. Распитие в общественных местах – это 14%, порядка 3 тысяч правонарушений. Ну и появление состояния опьянения наиболее распространенной – это порядка 35% от всех правонарушений. Это около 7 тысяч правонарушений уже за 4 месяца. Если сравнить с другими субъектами, ну, произвели, конечно, сравнение с Республикой Алтай и Республикой Тыва. Мы держимся так в середине, но, конечно же, в Республике Тыва немного побольше правонарушений пресекается по указанным составам. Например, по мелкому хулиганству за 2015 год в два раза больше, чем на территории Республики Хакасия. Аналогичные правонарушения – это появление распития – тоже порядка 2-3 раза больше, чем на территории Республики. В Республике Алтай значительно поменьше, то есть на 20-30% поменьше. Например, мелкое хулиганство всего 3 тысячи, распитие – 9 тысяч, и 20-21 – это появление в общественных местах состояния опьянения, ну, на 2 тысячи поменьше, чем у нас. То есть, ну, в общем, мы так среднюю позицию занимаем. Жители сами активничают, анонимно сообщают о том, что где-то продают алкоголь незаконно? Конечно. Анонимных сообщений очень много, тем более по данному направлению деятельности. Ну, и, если честно, хотелось бы отметить, большинство из этих сообщений, они не находят своего подтверждения. То есть, порядка 50-55% – это сообщения на почве личных неприязненных отношений между соседями сельских населения. То есть, друг на друга все звонят и говорят о том, что реализуется спиртосодержащая жидкость из дома. Ну, конечно же, по данным сообщениям в обязательном порядке проводится проверка. Не буду распространяться, каким это образом происходит, но, к сожалению, эти факты очень редко подтверждаются. То есть, если сообщение, как говорится, от имени какого-то лица, то есть, человек не скрывает свое фамилию, имя, отчество, то есть, можно опросить. То есть, сотруднику полиции намного легче в таком случае работать. То есть, имеются уже объяснения свидетелей, которые уже предъявляются в суде как доказательства. И здесь уже факты, конечно же, они в 90% подтверждаются. А вот что еще предпринимаете, чтобы остановить такую торговлю? Это, по-моему, какие-то помощники, конечно, у вас есть, да? Внештатные сотрудники. Конечно же, такой метод тоже применяется, использование помощи внештатные сотрудники. Также сотрудниками полиции проводится большая работа в данном направлении деятельности в части ежедневного мониторинга сети интернет. То есть, если по соседству с Красноярским краем, вы сами знаете, эти события, отравления суррогатами алкоголя, то сотрудниками полиции в настоящее время уже активно, ежедневно проводится мониторинг сети интернет. Интернет, официальных социальных сетей, страничек. И, то есть, в прошлом году, в текущем году таких правонарушений не было, но в прошлом году посредством сети интернет пресечено порядка 10-20 правонарушений. Все правонарушения в суде рассмотрены, лица наказаны, то есть, привлечены к административной ответственности. Ну и, естественно, изъята алкогольная продукция, она изъята и уничтожена, то есть, конфискована. Наименьший административный штраф – это за совершение административного правонарушения гражданами. Например, реализация спиртосодержащей жидкости из дома. Либо это нарушение продавцом, работающему предпринимателю действующего законодательства, то есть, реализация после 23-х, то есть, в ночное время. За данные правонарушения предусматривается административная ответственность от 1 тысячи с половиной до 3 тысяч рублей. С конфискацией, соответственно, изъятой от алкогольной продукции. Ну, на должностных лиц по данному правонарушению от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией, юридически от 30 до 40 тысяч рублей также с конфискацией. Конечно же, наиболее распространенный на территории республики вид правонарушения в части нарушения оборота алкогольной продукции, это статья 14.16. Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Там очень большие штрафы на продавцов, на граждан физических лиц от 30 до 50 тысяч, на должностных лиц от 100 до 200 тысяч и на юридических от 300 до 500. Ну и недавно внесли изменения, как мы уже знаем, что за повторную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним влечет уголовная ответственность. Если ранее повторность отчитывалась 180 дней, в течение 180 дней, если совершается повторное правонарушение, то в настоящее время, в течение года, то есть увеличен срок, если продавец в течение года второй раз попадается на факте реализации несовершеннолетнего, то уже уголовной ответственности. С статья 151, прим. 1 Уголовного кодекса. А случаи такие были у нас пока? За прошлый год возбуждено 6 уголовных дел, и за 4 месяца текущего года одно уголовное дело уже есть на территории города Абакан. Ваша служба также контролирует, гасят ли нарушители административные штрафы. И вот есть ли цифра, по каким долгам больше всего нарушителей? За 4 месяца текущего года уже на граждан должностными лицами органов внутренних дел наложено порядка 5 миллионов. Конечно же, проводится большая работа, в том числе сотрудниками по исполнению административного законодательства с части взыскания. И на сегодняшний день взысканы из этой суммы 65% всей задолженности. За 15-й год взысканы всего лишь 50%. То есть из 16 миллионов наложенных должностными лицами органов внутренних дел всего 8 взысканы. Ну, половина в добровольном порядке, ну и половина, конечно же, это с помощью службы судебных приставов. Лица, которые не оплачивают административный штраф в установленный законом срок, они привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20-25, который влечет за собой административный арест сроком до 15 суток, либо удвоенный штраф, но не менее 1 тысячи рублей, либо назначение обязательных работ сроком до 50 часов, свободное от работы либо учебы время. Большинство граждан считают, что если привлекли его за неуплату к административной ответственности по 20-25, и он отбыл административный арест, например, в течение 5 суток, то ранний наложенный штраф, ну, если он привлекался за мелкое хулиганство, не подлежит оплате. Это, конечно же, ошибочное мнение граждан. В настоящее время сотрудниками по исполнению административного законодательства, участковыми, уполномоченными полиции, распространяются среди населения памятки о том, что ранний наложенный штраф в обязательном порядке подлежит оплате, то есть он считается также неоплаченным до тех пор, то есть пока лицо не погасит его в банке. Сложностей, конечно же, в работе имеется множество. Одно из них, назову, конечно же, если в деятельности наших подразделений, то это же не то, что правонарушители не являются в органах внутренних дел на рассмотрение тела. То есть если кто-то совершил мелкое хулиганство, либо распитие, либо появился в общественном месте в состоянии опьянения, сотрудникам полиции, которые составляют протокол, вручается повестка о том, что назначено рассмотрение на определенный день, на определенное время. Естественно, правонарушители не придают этому никакого значения и не являются на рассмотрение, ввиду чего предусматриваются большие затраты денежные на то, чтобы направить копию постановления заказным письмом с уведомлением. Ну и в данном случае правонарушители не выходят на почту и не получают данные постановления. То есть здесь в прямой зависимости это взыскание административных штрафов. Также имеется проблема в участии граждан в качестве понятых. Это в части пересечения правонарушений в области оборота алкогольной продукции. То есть при проведении каких-либо мероприятий в обязательном порядке нужно участие понятых. Однако же люди у нас отказываются от такой помощи сотрудникам полиции. Конечно же сейчас законодатель предусмотрел такую норму, как в обязательном порядке суды теперь принимают фото-видеофиксацию. Сейчас, конечно же, сотрудникам полиции немного будет проще. Ну и третья, наверное, проблема, то что некоторые наши граждане заваливают, можно даже так выразиться, дежурные части территориальных органов внутренних дел незначительными сообщениями, которые при проверке не подтверждаются, ну и затрачивается огромное количество времени, горюче-смазочных материалов, ну и тому подобное. Екатерина Сергеевна, большое спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, в гостях сегодня у нас была начальник службы исполнения административного законодательства МВД, майор полиции Панина Екатерина Сергеевна. Редактор субтитров А.Семкин